Здравствуйте! Вы смотрите программу «Деньги». Гость в нашей студии – главный эксперт по исследованию денежных знаков Волговятского главного управления Банка России Наталья Матвеева. Наталья Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно. Первый раз у нас гость в студии приходит с реальными деньгами на руках. Как повод есть? В России поступили в обращение деньги нового номинала – 200 и 2000 рублей. А появились ли они уже в Нижегородской области? Да, действительно. 12 октября Банк России ввел в обращение новые банкноты. И сначала данные банкноты поступили в города, символы которых изображены на них – это Севастополь и Владивосток. Также в Москву, Хабаровска, Симферополь. А в конце декабря новые банкноты поступили в Нижегородскую область. Ну, что-то как-то пока в обращении там, или чтобы ими давали сдачу в магазине, я пока лично не заметил. Ну, они уже в обращении. Всяком случае, мы их распространяем через кредитные организации. Кредитные организации уже получили данные банкноты. Ну, в каком-то ограниченном объеме они поступили? Ну, пока еще, конечно, в ограниченном. То есть, еще ждете поступления? Конечно. Ну, вы знаете, в интернете уже появились ролики такие вирусные, в которых продавцы отказываются принимать эти новые банкноты, потому что они не знают, что с ними делать, как их проверять. Вот чем они отличаются от старых купюр? Принципиальные отличия какие есть? Во-первых, я хотела бы сказать, что эти денежные знаки – законные средства платежа. Их обязаны принимать все предприятия торговли, сферы услуг, кредитные организации. И данные банкноты отличаются, как вы уже заметили, от банкнот существующего банкнотного ряда. И при изготовлении данных банкнот Банк России придерживался мировых традиций современного дизайна. Это яркие цвета и крупные изображения. Как вы видите, банкнота 200 рублей выполнена в зеленом цвете. На лицевой стороне изображен памятник затопленным кораблям, на оборотной стороне – вид на Херсонес-Таврический. Банкнота 2000 рублей выполнена в синим цвете. И на лицевой стороне банкнота изображен вантовый мост, соединяющий остров Русский и материковую часть города Владивостоке. На оборотной стороне – космодром Восточный. Размер данных банкнот соответствует размеру банкнот существующих. 200 рублей соответствует размеру банкнот 50, 100, 500 рублей. А размер банкнот 2000 соответствует размеру банкнот 1000 и 5000 рублей. Вы можете взять банкноту и показать принципиальные отличия? Вообще банкноты содержат целый комплекс защитных признаков, как новых, так и старых. И я хотела бы обратить внимание на визуальные защитные признаки, предназначенные специально для населения, которые можно определить без использования специальных приборов. На банкноте 200 рублей. Уж всем нам уже известный водяной знак. Если посмотреть на просвет, на светлом поле, то можно увидеть фрагмент рисунка памятник затопленным кораблям. В сочетании со светлым числом 200. На банкноте 2000 рублей. Также на светлом поле на просвет виден мост на фоне солнца в сочетании со светлым числом 2000. Очень интересно выполнена защитная нить. Внедрена модернизированная голографическая защитная нить. На банкноте 200 рублей при покачивании банкноты мы наблюдаем движение прямоугольных участков. Под острым углом зрения у нас визуализируется графический символ рубля. Изображение графического символа рубля. А на просвет данная защитная нить выглядит как темная полоса со светлым числом 200. Еще более интересная защитная нить на банкноте 2000 рублей. Она выходит в виде витражного окна. При покачивании банкноты мы наблюдаем движение цифр, обозначающих номинал относительно друг друга. Под острым углом зрения также визуализируется графическое изображение символа рубля. А на просвет данная банкнота выглядит как темная полоса с надписью ЦБРФ. Также хотела обратить внимание на защитный признак цветопеременной цифры. На однотонном поле с надписью Россия под острым углом зрения визуализируются цветные цифры, обозначающие номинал. При повороте на 180 градусов цвет цифр меняется. На банкноте 200 рублей аналогичный защитный признак. И абсолютно новый защитный признак на банкноте 2000 рублей – подвижное кольцо. При покачивании банкноты можем наблюдать на фоне моста и солнца блестящее движущее радужное кольцо. Этот элемент очень сложно подделать, но очень легко проверить. На обеих банкнотах и банкноте номиналом 200 и 2000 рублей в правом нижнем углу расположен QR-код, который содержит ссылку на сайт Банка России с подробным описанием художественного оформления банкнот и защитных признаков. И мы напоминаем, что для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Люди привыкли к старым деньгам. В чем была необходимость печатать новые номиналы? Данные банкноты существенно ускорят процесс расчетов и сделают его максимально удобным для граждан. И требуемую сумму можно теперь набирать меньшим количеством банкнот. Очень многие сегодня хотят заполучить эти банкноты в руки в Нижегородской области. В том числе сейчас даже есть в интернете предложение по покупке этих банкнот. То есть банкноту в 200 рублей продают за 250, 2000 за 2500. Вот стоит ли торопиться с этой покупкой? Либо может быть подождать, когда работодатель тебе просто зарплату выдаст этими банкнотами? Дело в том, что данные банкноты не являются памятными, их тираж будет неограничен. И они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного обращения, так же как и другие банкноты существующего банкнотного ряда. Поэтому приобретать их по цене выше номинала нет никакого смысла и совершенно нецелесообразно. Но сегодня любой жилащий может прийти в отделение коммерческого банка и обменять просто эти купюры. Старые на новые. При наличии в кредитной организации, конечно. То есть никаких проблем, стоит только ждать. Наталья Александровна, спасибо вам за интересный разговор. Удачи вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Деньги». До встречи через неделю. Продолжение следует...